Всем привет из Северного Степного Заслужливого Крыма. 36 градусов у нас в тени. Сегодня у нас уже 3 сентября 2020 года. Время около 12 часов дня. Вот, я хочу там один умник мне там писал вчера. Вот сейчас покажу, у меня открытый источник воды. Видите? Здесь нет пчел пьющих воду. Вот у меня течет вода здесь. Здесь у меня скважина пробита. Жена там потихонечку баночки намывает. Там стерилизовать будет под мед. Потому что мы выходим уже торговать в субботу. Жду я анализы. Какая зараза. Ого, какой монстр. Хочу этому умнику показать, который мне там писал, что у меня тут издеваясь над пчелами, они у меня тут типа жарятся, а висят целыми днями. Не носят мне меда, оказывается. Потому что у меня дно не сетка, а глухое дно. Вот вам показываю, видите? Присутствует взяток на пасеке. Видите? Хоть одну семью висящую. Пока идет взяток и пока солнце не выжарело, пока открыта сурепка. Сурепка открыта, пока она дает нектар. Пока все это работает. Вот у меня тут глухая крапива. Там, ну, и так далее. С этой штуки они берут хорошо. Этот. Сказать, пальцу. Вот, видите? Даже при сокращенных летках никто мне никуда не выкучился. Потому что пчелы заняты делом. А выкучиваться они начинают после обеда. Когда нектар перестает, ну, высыхает, и температура 36 долго держится. Когда и выше, там, от 40 ползет. Тогда пчелы начинают выкучиваться. Выкучивается летная пчела, которая не летает. И выкучивается, бывает, ульевая пчела тоже. Ну, в основном, эта пчела летная все равно. Но она еще ульевая. Когда у нее нет работы внутри улья, она, чтобы не перегревать улья, лишняя пчела вылазит из улья. Выкучивается и висит. И то есть, в этот момент, когда она висит, нет разницы, висит она в улье или висит она под ульем. Абсолютно нет разницы. Потому что, если нет взятка в данный момент на пасеке, то фиолетово, хоть они над ульем, хоть под ульем, хоть в улье, хоть в этом, хоть на дереве висят. То есть, нет разницы. Приноса в этот момент все равно нет никакого. Вот сейчас пока еще есть это принос. С утра вот хороший шел принос. А сейчас уже жара высушит. Нектар, шурепка закроется после обеда. Она реально закрывается и все, перестает давать нектар. И до вечера не будет взятка. И пчелы в это время будут висеть. А потом, получается, вечером спадает температура и вся пчела полностью залазит внутрь. А если я сейчас открою полностью вкладыши на летний вариант, то у меня, получается, вообще они не висят. Ну, то есть, достаточно этого литка по ширине. И так же самое у меня все лето происходит. То есть, летом тоже, когда есть взяток, пасека находится в рабочем состоянии. С лухим дном, которое там в последнее время начали орать. О, Боже, там все. Лухое дно. Это все труба пчелам смерть. Только сетка, только сетка. Бред такой уже, блин. Эту сетку недавно начали только заряжать вот это вот, внедрять массово, блин. Продавцы, наверное, сетки этой, которые втирают о том, что оно там типа это. Ульи с сеткой и с ППУ на жаре, когда нет взятка, так же самое висят, как рядом висят деревянные, понимаете. Ну, это смех просто. Цирк, блин. Зато люди с пеной у рта там доказывают, усираются, блин, что сетка это спасение от жары. Когда горячий воздух весь попадает в улей туда, и люди рассказывают, что горячий сухой воздух, раскаленный сейчас. И люди рассказывают, что сетка это добро. И когда ветер дует, который обдувает эти ульи, короче, дует на расплод, это добро, да? Я когда с лухим дном открываю ульи, у меня вот минимум, например, пчел, у меня нет, получается, семей, которые не носят мед. То есть, если там сидит кулак пчелы, он принесет, короче, там, ну, грубо говоря, там вот такой, ну, вот у меня, получается, были отводки, я сделал отводок на три рамки, они принесли девять рамок меда. Пока матка облетывалась, они принесли девять рамок меда и битком залили, блин, я показывал это в своих видео. А это почему? Потому что в улье практически не нужно было оставлять там большое количество пчелы, она вся улетает. У меня, получается, летом, жара там, на расплоде я открываю, у меня минимум пчел-кормилиц сидит, и все. Основная, у меня весь уль занят практически медосбором, получается. Когда есть, медосбор, и поэтому маленькие семьи, даже небольшие семьи, они приносят медом максималку, сколько, ну, максимум, тарят, сколько им есть, куда лить, сколько они могут притащить. Семьи работают на максимуме, понимаете? А когда будет сетка, они будут вынуждены расплод этот охлаждать, притаскивать кучу воды туда, в улей, которую нафиг не надо. Я в этом году даже поилки не ставил, я несколько раз пытался ставить, они их не берут. У меня видели открытый источник воды, они не берут, она им не нужна. В этом улье, получается, на глухом дне, при температуре от 36 и выше градусов, не нужна им вода, не берут они ее. Нафиг она им и даром не нужна, понимаете? Как-то так. А если у вас пчелы хлещут воду ведрами, то вы должны задуматься, что у вас что-то не так в улье, раз они таскают туда такое количество воды, не нужно в нормальной семье, когда все нормально происходит, не нужно им таскать туда воду таких количеств. Понимаете? Поэтому задумайтесь, раз у вас таскают ведрами, вот показывают, там, не успевают, там, поилки выгребают тоннами воду, блин, пчелы. Значит, у вас какие-то проблемы у пчел, раз они выгребают такое количество воды. Все. Спасибо за просмотр. Пчелы не коровы. Их водой столько поить не надо. Всем пока.